Детсад в курортном Витязево строится по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, который он дал во время прямой линии. Сейчас на объекте задействовано около 50 строителей и 6 единиц техники. Уже готов первый этаж с перекрытиями, заканчиваются работы по гидроизоляции стены подвала. Идет монтаж конструкции второго этажа. Работы проводятся с опережением графика. Что сейчас у нас в течение июня месяца, какие виды работы, что мы будем, как произойти? В течение июня месяца у нас кирпичная кладка, вентиляция, электрика, заканчиваем монолитные работы. И начинаем, приступаем к отделке. Уже штукатурить начинаем внутренние помещения. То есть когда мы полностью заканчиваем периметр и закроем здание? Кровли? Да. У нас запланировано на 15 июля. Нам очень важно, когда тяжелая техника отсюда начнет выходить, благоустройство на последний момент не оставляйте. Одно дело это высадка зеленых насаждений деревьев, это в агротехнический период, в агробиологический период. А другое дело благоустройство, здесь навесы и так далее. Они должны все производиться максимально комфортно, в комфортно подходящее для этого время. Я думаю, что это нужно сделать уже до октября месяца, чтобы все это было сделано. Один из важнейших моментов при строительстве соцобъекта, тем более для детей, безопасность. На соседнем с детским садом участке иммунконтроль выявил ряд критических нарушений. Подобная близость создает угрозу. Все, что здесь не соответствует нормам строительного, градостроительного и так далее, законодательства, однозначно должны все передаваться в суд. Либо на устранение допущенных нарушений, либо на демонтаж, либо в том числе на снос, вплоть до сноса. Правильно, здесь есть техники безопасности, пожар опасной безопасности не соответствуют. Это прежде всего, на что нужно сейчас обращать внимание. Оно же, посмотрите, оно из чего состоит. Оно здесь, если сполыхнет, то однозначно может сюда, на этот объект, может перенеститься. Еще один долгожданный для всех жителей Витязева соцобъект – поликлиника появится на земельном участке в переулке Школьном. Наполнение, техническое задание, медицинское оснащение с городской больницей согласовано уже? Согласована концепция, да. Это как раз специалисты накидывали то, что необходимо, чтобы располагалось здесь, в этом амбулатории. Знаю, что это Ваша инициатива и запроектировать, и построить в рамках Вашей такой социально ответственной и жизненной, и производственной позиции. Поэтому искренне буду просить Вас, чтобы в этом году мы уже однозначно приступили к стройке. Осенью получаем разрешенное строительство, и слава Богу, у нас погода нам позволяет строить круглый год практически, да. Поэтому мы, как только получим, в этом году начнем и строим. Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.